Весна – время обновления не только в природе. Для городских коммунальных служб каждую весну все повторяется вновь. Рабочие руки на вес золота. Результат их труда можно критиковать, но не заметить сложно. Тысячи ног пройдут по этому переходу. Пешеходы ни на минуту не задумаются, а дорожники знают – выйти сюда с краской им придется не раз. Лавочки. Сегодня без них уже не представишь площадь у городского фонтана или скверна против санатория Кубань. Ремстрой смело называет цифру в тысячу штук. Лавочки появились на набережной Астраханской, Горького, новые на любимой Терской и Кате Соловьяновой. Дмитрий Щеголев работает в Ремстрое с 2012 года. Говорит, за пять лет новые места отдыха по пальцам уже не пересчитаешь. Улица Кати Соловьяновой, заменены лавочки, поставлены новые. В 2015 году были полностью заменены и добавлены лавочки в районе администрации, вокруг фонтанов, в прилегающих лучах. По улице набережная в районе санатория Кубань. Люди благодарны, да. То же самое сейчас происходит, когда мы занимаемся велосипедной дорожкой. Очень много людей довольных, подходят, интересуются и они рады, что у нас появляются новые места для воздуха. Вечер – время дорожников. Глава города поставил задачу не ждать, когда людей станет больше. Пора вносить яркие коррективы после серой зимы. Огней добавить с помощью декоративной подсветки. В Анапе все больше улиц, где радуют глаз, эксклюзивные светящиеся элементы. А для мам с малышами важны удобство и комфорт. Улица Стаханово после благоустройства предстала в выигрышном свете. Настоящий прогулочный бульвар. Стало, конечно, гораздо лучше, более удобно. Лавочки появились, можно с детьми посидеть, поиграть. Очень хорошо. Еще было бы очень хорошо, если бы от дороги, допустим, отгородили заборчиком, чтобы детки не могли убежать. Но вот сейчас, в ближайшее время, да, я начинаю замечать, что появляются какие-то благоустройства, появились у нас новые фонари на улицах. Стало, конечно, приятнее. Хочется, чтобы красивее и красивее было в нашем городе. Семья Куликовых приехала в Анапу полтора года назад из Красноярска. Им есть с чем сравнить. В городе порядок, в городе чистота. Очень много зелени. Все ухоженно. Постоянно видно, что ведутся какие-то работы. Нам очень нравится. Место сбора детворы и родителей – улица Чехова. Площадка, лавочки, отремонтированный тротуар. Люди с удовольствием проводят здесь время. Алексей, отец двоих детей, хвалит, но с долей критики. Дворовая площадка стоит бесхозной. Городским службам предстоит проверить, муниципальная эта территория или общедомовая. Была бы облагорожена территория, родители бы гуляли с детьми там, правильно? Делали бы замечания. Дети, соответственно, приобщались бы к культуре и вели себя соответствующим образом. А так, это просто территория ничейная, можно сказать. Внимания никакого к этой территории. И, соответственно, дети делают, что хотят. Пожелание присмотреть к этому двору и сделать что-то там полезное для детей нашего микрорайона. С каждым годом она похорошеет, говорят ее жители. Но, как известно, нет предела совершенства. Скверов больше стало, аллей, может быть, да, это я заметила. А так, чтобы каких-то мест особых, кроме Ореховой рощи или центра, ну, особо так и погулять негде именно. Может, лес бы какой или заповедную зону сделали. Поставили бы там по лавочке тоже какие-то скверы сделали. Было бы здорово.